Продолжение следует... 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 Что, собственно говоря, можно сказать, городу повезло. Если бы один из этих следов попал на город, уровень радиации в городе был бы очень высокий. Что было бы с жителями города, никто не знает, если бы один из следов попал на город. Вот. Загрязнение территории зоны очень неравномерно. Для того, что зону, когда создавали зону, это было довольно, все делалось очень быстро, в попыхах. Военные этим занимались. У них будет такой прибор церкви. Не взяли, отмерили круг, 30 километров, сказали, тут будет зона. Все. Уже потом были произведены замеры радиации и была создана 10-километровая зона. Вот она, 10-километровая зона. На самом деле, это не 10-километровая зона. Это, как вы видите, такой впоследствии правильной формы. Отстанется в эту сторону больше 30 километров. И в эту сторону примерно 10 километров. Сюда, в эти направления. Эта территория загрязнена очень сильно. И тут в ближайшие тысячелетия жить будет невозможно. По словам Максима, если бы чернобыльская катастрофа случилась на 5 лет раньше, город Припять никто не стал бы эвакуировать. Ситуация подобного рода уже имела место на Урале. На одном из оборонных заводов произошла авария. В помещении, где работали люди, допустимые уровни радиации были превышены в несколько раз. Но им никто об этом не сказал. И они продолжали работать. И постепенно умирать. Первые минуты пребывания в Чернобыле. Дрожат руки не столько от радиации, сколько от полученных килобайтов информации. Этот котенок немного успокаивает. Как и любое живое существо, попадающее в поле зрения. 5 тысяч жителей. Но вокруг никого. У дороги стоит памятник пожарникам. Именно они сражались с мирным атомом в первых рядах. Он сделан руками ликвидаторов. И из того же бетона, что и саркофаг, в котором похоронен 4-й энергоблок. КПП 10-километровый зон на отчуждение. 10 километров до Припяти. 20 лет назад на этом месте стояла деревня Капачи. Сейчас на ее месте знаки радиации и курганы. Западный след прошел как раз через эту деревню. Дома сломали, засыпали землей. На дороге относительно безопасно. 40-50 микрорентген в час. Но стоит сделать шаг в сторону, уровень радиации начинает резко нарастать. А по другую сторону находится гордость Советского Союза. Радиолокационная система. Эта громадная антенна позволяет засечь старт ракеты с территории США уже в момент запуска двигателей. Таких установок было всего две на территории бывшего СССР. РЛС не функционирует уже много лет. И в скором времени будет разобрано налом. Сады на месте. Усадь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом месте западных следствий 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 Медсанчасть В этом месте западных следствий 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 следствий В этом месте западных 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 следствий